Так, вот МКС летит, 26 сентября 2020 год, Харьков, ай-яй-яй. Прямо надо мной. 125 крат зума, не получается у меня удержать в кадре этого красавца. Международная космическая станция, так что не обессудьте, целюсь как могу со штатива. 27 тысяч километров в час эта штучка несется над землей. А я пытаюсь ее в 125 кратном увеличении снять. Упорче себе и вам нервы. Сейчас бежи к горизонту, будет угловая скорость для нас меньше, будет чуть попроще. Ах ты что, это остановил камеру, он пролетел через нее. Ужас, как быстро. Опять пропало. Ох ты, вон он уже. Вон она, международная космическая станция МКС. Сейчас надавала ее Заря. Мне сделали замечание, что Заря это модуль начальный. Которую мы потом налепили кучу всякого всего. И теперь никакая не Заря, а просто МКС. Сюда вошел в тень земли. Ну ладушки. Да, сегодня же 26 сентября, международный день. Наблюдатели не за МКС, а за Луной. И вот вам будьте любезны, Луна. Сейчас мы ее приблизим, чтобы было понятно, на каких увеличениях я пытался снять МКС. Ага. То есть он проносился просто как... Сейчас я опущу штатив чуть пониже. И сниму нашу красавицу Луну. На более стабильной основе. Там еще рядышком Юпитер, Сатурн. Сатурн снимать не буду, потому как настройки светочувствительной сейчас такие, что его вообще не видно будет. Я его вряд ли найду. А вот полосы на Юпитере сейчас можно будет попытаться посмотреть. Ну и ветерок к нам прибежал. Кратер Платон 100-километровый. Как раз нам для масштаба трясет треногу ветер, который у нас 10-ти метровый. И это много, ребята. Увеличение 125 крат оптическое, 4 цифровое. Сейчас еще хочу одну там. Тоже на линии терминатора как раз. Кратер красивый. Слишком залез, да? Низко. Вот этот хребет и кратер сейчас будет влезать, вползать. Вместе с Луной в кадр будет вползать этот чудесный кратер. Вот он появился слева. Ну, сейчас я резкость попробую. Ой-ой-ой, какое ветре еще. Да, это не дело с таким ветром. Ладно, пошли пока. Глянем на Юпитер. Так, ну вот. Вот как выглядит жилой дом. В таких настройках светочувствительность есть. То есть очень затемнено все. Не объективная темнотища такая на улице. Просто я специально занизил светочувствительность, дабы снять МКС незасвеченным на контрастном. Контрастный сияющий. Алло. А. Все, он уже улетел, отец. Посмотришь на видеозаписи, он уже улетел давно. Батя, я сейчас снимаю, давай перезвоню через пять минут. Ага. Так. Так. Так, так, так. Вот он наш Юпитер. Ох, не могу я резкость поймать. Вот. Наверное, вот это все, что получится. На Питер уже клонится к горизонту. Входят. Смотрим мы на него через плотные слои загаженной городской атмосферы. Здесь еще с таким ветром к туче пыли поднялись. Небо просто серое. Младушки. Ну, зафиксировали, по крайней мере. Юпитер и, поскольку ночь у нас все-таки наблюдателей, международная ночь, наблюдения луны или наблюдателей за луной, в общем, где-то что-то так. Твинкл, твинкл. Литл стар. Я не знаю, где ты. Вот ты. Ап, 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 ап. Ой, как даймонд в море. Так, это уже ветер. Это уже не я. Ну, руками приходиться придерживать камеру. Серьезно. На штативе. Чтобы не шатало. Да, но Legal Star это не про луна, тут надо вспоминать. Красота, ну я конечно не про свое пение, а про луну. You'll never know, get a ticket to the moon. Вот, наверное, финальным дембельским аккордом. Линия Терминатора, вот, не даст нам ветер спокойно насладиться. Лунными пейзажами. Ну, ладно, поехали по домам. Марс посмотрим попозже. Терминатор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин.